Как и все реформы в нашей стране, это очень противоречивое явление, естественно, есть и позитив, и не негатив. Но это требование, я имею в виду реформирование правоохранительной системы, это требование внешних партнеров Украины. Поэтому оно будет происходить, это требование американцев, Европейского Союза. Даже будут побочные эффекты, будет много недовольных, мы уже знаем, показывалось, когда выходили на улицу правоохранительные органы, бывшие представители правоохранительных органов. Но это такой эффект, ничего не сделано. Я думаю, что оно будет не показово, а действительно эффективно, как на прикладе Сербии. Ось позавчора, если не помиляюсь, там была информация про то, что министр внутренних справ Сербии посадил 79 представников и минулой влады, и теперешней влады, и еще 39, чекает свои черги. На ответ на замовление Европейского Союза, чтобы отримать возможность вступить в него. Чи можем мы такий приклад, чи варто чекать от новой полиции, от нового агенции по борьбе с коррупцией, таких вот вчинок? Надеюсь, тех, кого он посадил, не были политические противники его. Я просто не знаю, это действительно, понимаете? Главное, чтобы средства правоохранительных органов не превращались в средства политической борьбы. А в Украине очень часто правоохранительные органы превращаются в средства политической борьбы и решения каких-то личных проблем. То есть, если этого коррупционного стража еще не будет, тогда мы будем двигаться в правильном направлении. Просто я имею в виду, что приклад того, как Европейский Союз попросил выполнить, и Сербия выполнила. То есть, че можем мы ожидать, что и Украина будет така швидка в выполнении требований Европейского Союза, а не показово? Все зависит от самих украинцев и правоохранительной системы. Но в 2016 году, я думаю, будет показательным в этом вопросе. То есть, насколько сможем мы реформировать правоохранительную систему и привести ее к определенным европейским стандартам?